Христос Воскресе! Сегодня поговорим о тех, кто стоит там под лаврой, кто противостоит представителям православной церкви, кто, скажем так, разжигает. И, в общем-то, там появился один достаточно яркий персонаж. Продолжается такая очень интересная акция. Один из прошлых военнослужащих военнослужащих Украины пришел на территорию Капчерской лавры, поспілкувался с правоохоронцем, после чего начал производить такой велетенский баннер. Мы, конечно, при этом все так же не поспілкувалися, что рассказал нам этот человек. Давайте послушаем также прямые мовы. Вообще интересно, что они буквально одержимы гигантоманией. Им бы родиться лет на 50 раньше и начать свою деятельность, делать большие плакаты, какие-то скульптуры, конструкции, но нет. Тогда нужно было, наверное, более созидательное творчество. А здесь все это направлено на уничтожение, направлено на унижение какой-то группы людей. Мы можем увидеть этого человека. Его зовут Владимир Анатольевич Колодзинский. Он, говорят, известный персонаж в определенных кругах и, как оказалось, очередной ряженый. К нему подходили и прямо спрашивали, где же вы, товарищ Колодзинский, служили? В каких войсках? Какие годы? Кем вы вообще были? Может быть, в зоне АТО или сейчас уже? Но оказалось, что, судя по всему, нигде. Вот все по классике. Мы можем увидеть плакаты, которые он там поставил. Мы потом послушаем его прямую речь. И, в общем-то, эти плакаты, они, наверное, показывают богатый, в кавычках, безусловно, внутренний мир Владимира. Показывают то, чем преисполнено его сердце, его разум. Ну и, конечно, заниматься пропагандистской работой. Это вам не мешки таскать. Ну и, в общем-то, как я уже сказал, все как в известном кинофильме. Одном из, наверное, самых точных в данной ситуации. Отчего это у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме? Я на Колчаковских фронтах ранен. Перестаньте. Не знаю, хвастается ли каким-нибудь шрамом Владимир, но, как минимум, ходит в форме. Но, судя по всему и по той информации, которая есть у меня, к армии он не имеет совершенно никакого отношения, а занимается таким вот активизмом, так скажем. Ну и давайте послушаем самого Владимира. Мы хотим защитить свою идентичность. И защищаем ее. И среди нас находится церква, яка вдохновляет тех, кто звитель пришел и просил их. Это величайший злочин. И мы хотим показать этими баннерами для того, чтобы каждая людина зараз визначилась на какой у нас стороне. Да прекрасно все все понимают. Понимают верующие Украинской Православной Церкви, что они являются частью единой Святой Соборной Апостольской Церкви. И не хотят быть другой религиозной структурой под названием ПЦУ или, может быть, УГКЦ или в какой-то другой. Безусловно, это право человека, частью какой церкви ему быть. Но здесь это очень беспокоит Владимира. Это очень беспокоит данного активиста, в кавычках, безусловно. Но ему так хочется, чтобы люди резко поменяли свое мышление. Посмотрели на его кривенькие плакаты. Ну и, конечно же, тут же в воздухе буквально переобулись. И заметьте, он говорит, что идет такая мировоззренческая война, что это вот столкновение мировоззрения. И действительно, с одной стороны, мы видим людей, которые готовы поставить на кон все. В свою жизнь, в свою карьеру, в какое-то положение в обществе ради того, чтобы сохранить свою веру и сохранить свое право верить. А с другой стороны, мы видим группу активистов, которые четко направляются. Говорят, даже тут же у этого Владимира с другими активистами случился конфликт. Потому что он занял чье-то место, и оказывается, там поделены зоны влияния. И, судя по всему, есть разные люди, которые курируют разные участки под Лаврой. И там, как сказал один мудрый человек, но Дом-2, не иначе. Там действительно начинается очень серьезное выяснение отношений. Но нашлись еще очень смелые люди, которые решили проследить. А куда же после того, как они отработают, идут эти активисты, чтобы получить свои 30 серебряников? И получилось очень интересно. Вы помните эту девушку? Вот она идет от Лавры, переходит дорогу и заходит в очень знакомое, например, мне здание. Я там тоже бывал по какой-то служебной необходимости, как журналисту. Иногда приходится бывать в местах, которые неприятны, но тебе все равно нужно там быть и снимать, быть может, какой-то сюжет. И вот здесь вы помните эту героиню, не вполне здоровую, которая там достаточно странно вела себя перед камерой. Но даже такими людьми не гнушаются люди, которые находятся через дорогу в офисе партии Европейская Солидарность. Да, это одно из зданий, принадлежащих Порошенко. И тут мало давления властей, еще и Порошенко продолжает свою игру. Наверное, он опять вдохновился триптихом, опять под знаменами армии Мовой Веры хочет идти на выборы. Ну и, конечно же, как же его люди не застолбили себе место. Вы скажете, ну хорошо, какие ваши доказательства? Да вот, пожалуйста. Я журналист. Покажи корочки. Пятый канал. Пошел. Порохопрохводник. Я думаю, вы явно увидели и логотип Европейской Солидарности. Если вы бывали в этом офисе, то вы все это узнали. Вот откуда ветер дует, вот откуда идет, по крайней мере, часть активистов, в кавычках, которые там дебоширят под Лаврой. Вот где они получают свои 30 серебряников. Вот кто стоит, вот один из кукловодов, который руководит этими людьми, как мы видим, не всегда здоровыми, не всегда нормальными людьми. Ну и на самом деле продолжаются, продолжаются провокации под Лаврой, продолжают провоцировать не только духовенство, но и простых верующих. Но и, похоже, вот нет конца всем этим провокациям. Вот одна из них. А здесь мы видим с вами капеллана и, безусловно, тоже в кавычках священника ПЦУ. С такой вот интересной лексикой, с такой интересной жизненной позицией, исполненного ненависти, исполненного горькой желчи. И им кажется, что это нормально. Нормально ненавидеть, нормально убивать, нормально уничтожать. Самое главное забрать, забрать поскорее все святыни Украинской Православной Церкви. Нормально сеет разделение, никто, к сожалению, на это не обращает внимания. Все эти телевидения тысячи холмов, радио тысячи холмов, все эти якобы священники, которые на самом деле обычные партийные функционеры, которые просто делают свою работу. Все эти псевдоактивисты, которые пришли туда не по велению души, не потому что они не могут смириться с такой действительностью, а потому что просто-напросто их наняли, и они больше ни на что другое не способны. И вот мы смотрим на это и понимаем, что не через такое проходила Церковь. Врата ада не одолеют ее, и да, могут быть какие-то проблемы, да, могут быть какие-то сложности, но верою, милостью Божией, и через это сможем пройти. Подписывайтесь на канал Денису Микрофона. До скорой встречи.